вот я тут наломал сотов у меня пара семеек замерзла в эту зиму жалко конечно ну вот остались старые соты никуда их подставлять не буду все обрезал сейчас добудем мед отсюда проварю все это со специями и будет у нас мед первым делом что мне надо не надо избавиться от воска лишнего то есть не надо сейчас этот воск весь все соды мелко мелко разломать и залить холодной водой не горячей а холодной потому что горячая растопит воск а холодная вот будет твердым хрупким он всплывет потом наверх я его соберу а мед останется растворенным но потом в процессе кипения еще с пеной уйдет остатки насобираем все увидите ломай продукт проволочки достаем они нам не нужны частично закристаллизованный частично жидкий это нам не принципиально прямо с пирской вот перга вкусняшка пахнет летом цветами кисленькая дополнительная кислинка у нас будет вот такая у нас каша получилось восково-медово-берговая все в кучу медом пахнет просто одуряюще таким пряным и этого ну понюхайте просто медовую рамку это особенно медово-берговую запах непередаваемый такой прямо обволакивает приятный до невозможно ну и будем заливать будем заливать это холодной водой думаю хватит и пускай теперь это настаивается пока весь мед не выйдет буду потихоньку перемешивать немного меда все все должно раствориться в воде прошло уже пару часов мед уже практически весь растворился уже ничего не осталось на дне ничего не лежит более тяжелая все всплыло наверх вот как известно легче воды поэтому он всплывает сейчас будем все это сейчас будем все это фильтровать запах просто убивает таким насыщенным медом чистым бергой прополисом воском смесь такая одуряющая просто мед так не пахнет это вот вот это вот смесь прямо дух мягкая у нас таки так будет настоящий мед какой сколько интересно здесь ариометр зашкалило последнее деление 25 процентов сахара она плавает еще выше деления на 2 на 3 у меня тут есть и тканый такой салфеточка такая вот через нее будем грубые частицы отфильтровать ну что вам сказать забивается салфетка напрочь будем более грубый значит фильтр будем еще раз фильтровать вот так вот какая у нас байда наверх всплывает и всплывает и тут нормально на стенках оседает лишнее ненужное нам вот перга и всякая там фигня ну вот еще одна степень очистки на стенках очень много воска осталось на дне перговой пыльцы осталось у нас все чище будет сусло с медом правильно называть сыта едовая сыта добавляем еще водички как у нас здесь плотность плотность у нас где-то восемнадцать девятнадцать процентов плотность начальная как для барли вайна еще убарится 20 процентов где-то будет такой барли вайна ну все будем кипятить добавлять специи и обязательно все время убирать пену 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 начинает нагреваться весь воск пену пену весь стремится свет начинаем по-чинаем все это собирать густая восковая пена начинает закипать пена коричневая пошла это уже перга скорее всего поднимается вся грязь я уже раз шесть пену снимал это пошла вообще какая-то коричневая педовуха у нас кипит уже минут 20 пена практически перестала выделяться немножечко осталось и будем делать теперь ход конем хмель медовухи я не люблю будет отдавать слишком пивом а медовуха должна быть отдельным напитком со своим вкусом запахом абсолютно так что туда можно добавить чай зеленый чай вот отличный зеленый чай дорогой не дешевый пахнет замечательно он нам даст немножко терпкости танинов вот этих вот скажем так дубильных веществ мед же у нас с пергой а перга это белок растительный блок пыльца растений и этот белок в принципе нам не нужен дубильные вещества танины зеленого чая скоагулирует его как хмель с услим с пивом и мы его еще раз удалим эту пенку белковую и даст нам немножечко горчинку и терпкость что только на пользу 25 27 литров у нас будет метовухи я думаю грамм на литр будет вот так вот с головой отлично вообще какая у нас пена мощная остатки закидаем наш чай вместо хмеля еще буду добавлять специи не остались для глинтейна имбирь сушеный корица мускатный орех полторы штучки бадьяшки гвоздички кардамон чеки несколько звездочек бадьяна есть имбирь полтора мускатных орешка палочку корицы смесь кардамона и гвоздики тоже 29 грамм орех правда придется расколоть ох и запах я скажу пошел просто одуряющий еще плюс медом ну будет у нас бомба полчасика у нас покипит потом чиллер охлаждение и засел кстати по дрожжам я тут выписал немножко про эти дрожжи гервин gv6 хорошо ферментируют при низких температурах отлично имеют крайне низкое пенообразование после брожения оседают плотным осадком способствуя быстрому осветлению замечательно замечательно во время брожения вырабатывают большее количество эфиров чем другие штаммы придавая вину выраженные фруктовые и цветочные ароматы класс отличаются довольно высокой толерантностью к алкоголию до 16 процентов супер супер у меня просто отлично проявили себя отлично для производства игристых вин и медовух самое оно так что будет у нас удерживаться при минимальной температуре до максимального алкоголя думаю получится вот такая медовуха полчаса у нас прошло кипение заказываем наш чиллер все пускай варится ну что уже кипит чиллер прокипел проварился можно нести охлаждать пурю в там в тут в и в Цвет красивенький, запах бесподобный. Плотность 18%. О, какое вкусное, я бы его сейчас пил. Сладкое-сладкое, ну вот и остатки там чайные, специи, трожечки наши. Будем надеяться на маленькое фенообразование, как написано. Ставлю в комнате при 16 градусах, я думаю дней 5 оно заведется, пробродит и потом в погреб при плюс 5 будет вот такой продукт. Ну что, на третьи сутки все-таки медовуха забродила наша, но подтверждает. Температура у нас 16 градусов. Пахнет хорошо медом. Ну все правильно, как и писали про герминовские GV6 дрожжи. Пена небольшая, плотненькая. Грездом, товарищ медовуха, у вас секретное задание. Пойдете в подполье. Переводим вас на нелегальное положение в погреб. Ну все. на два месяца это ваше место дислокации будете вместе с товарищем жигулевским товарищем бельгийским и товарищем пшеничным в подполье привет друзья ну что надоело мне ждать медовуху когда она созреет простояла на два месяца и плотность упала всего на 4 процента то есть 18 она упала до 14 очень долго будет бродить получится классный белый мед но через полгода поэтому я сделал такую штуку налив бутылочку и она закарбонизировалась ну там процент может еще ушел я думаю тут процентов 13 осталось плотности немножечко алкоголя ну попробовать уже можно а потом в процессе будем пробовать нам через три через четыре через пять месяцев буду смотреть как изменяется цвет запах в общем результат ну что будем наливать скучно конечно там медовухи в погребе в подполье товарищи бельгийский жигулевский пшеничный все пропали неравном бою так ну что пробуем красивенький лимонад ну что цвет очень хороший прозрачный шампанское как шампанское пузырьки но не сильная газация получилась запах 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 мой запах медовый пряный с травами цветами просто слова выпадают не могу цветы поля мед фрукты бисквит какое-то пирожное розы вот такая чудесная просто смесь запахов непередаваемая очень классный зал очень попробуем попробуем лимонад чистый лимонад без алкоголя запах запаха спирта вообще никакого не чувствуется пузырьки пузырьки шампанское очень сладкая очень запах прекрасный очень вкусная сладкая шипучка практически без спирта вообще не чувствуется невероятно приятная невероятно вкусная сладкая но абсолютно не алкогольная очень классный напиток мне понравился рецепт массы можно использовать можно делать такой вариант может даже для убыстрения процесса можно делать плотность меньше ну на уровне там 12 13 процентов она будет сбраживаться быстрее ну так как у меня уже бродит в таком виде пускай уже дображивает свои полгода так что всем рекомендую делайте хорошее пиво делайте хорошую качественную медовуху пейте наслаждайтесь радуйтесь жизни подписывайтесь на наш канал пока вы знаете друзья вот прошло минут пять я со стола встал буквально один бокал выпил и так немножечко хотя спирта вообще не не ощущал просто даже намека не было на алкоголь а чувствуется немножечко так в сторону водит есть все таки